Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к Риму святого апостола Павла, 8 глава. 8 глава начинается с довольно решительного утверждения апостола, которое нас, наверное, может озадачить. 9. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, для нас, конечно, естественным является ожидание Божьего суда, это нераздельная часть нашей веры, и в то же время апостол Павел говорит о том, что те, кто связаны со Христом, не будут судимы. Мы сейчас разберемся с вами с причиной такого решительного утверждения. Надо сказать, что она для нас не является новой. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в известном тексте, который читается на отпевании, есть такие слова. 5.25 «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославшему меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Таким образом, уже в Евангелии мы встречаем утверждения о том, что верующие во Христа будут освобождены от последующего суда. Такие послания и утверждения можно встретить и в других местах у апостола Павла, но в то же время здесь же в послании к римлянам в 14 главе он говорит, что 12 стих «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». И вот эта диалектика, диалектика неизбежного общего суда и то, что верующие во Христа будут от него избавлены, она сохраняется на протяжении всего Нового Завета. Как же это понять? Давайте попробуем разобраться. Итак, прежде всего апостол утверждает о том, что верующие во Христа живут не по плоти, но по духу. Надо сказать, что у нас в синодальном переводе слово «дух» практически везде стоит с маленькой буквы. Но мы с вами должны знать и помнить, что вообще слово «душа» практически не используется апостолом Павлом. На все его послания можно насчитать менее 10 случаев такого словопотребления. Как правило, апостол Павел везде использует слово «дух», говоря о духовной нематериальной составляющей человеческой природы. И поэтому очень сложно бывает разобрать, потому что понятно, что в первоначальном или вообще в рукописях заглавных букв не было. Поэтому сложно разобраться. Когда апостол говорит о духе, он говорит о человеческой душе, либо он говорит о святом духе. Но здесь, конечно, прежде всего нужно иметь, что закон духа – это, конечно, закон духа Божия, закон духа жизни во Христе. Итак, другими словами, дух святой, который получают христиане, избавляет их от диктата плоти. Напомню, что об этом мы говорили в предыдущей седьмой главе. Мы говорили, что плоть – это падшая человеческая природа, которая не дает человеку измениться к лучшему, что все его устремления к добру остаются тщетными и не приводят к никакому результату. И что же можно этому противопоставить? Какая сила способна изменить плоть? Это святой дух. И апостол говорит о том, что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Другими словами, дух дает те силы, которые позволяют уже не следовать плоти, не руководствоваться ее устремлениями. А опять же, мы помним с вами, что плоть – это совершенно означает какие-то плотские, физиологические устремления. Понятие гораздо более широкое, и сейчас мы в этом с вами убедимся. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти». Итак, бездейственность закона была связана именно с тем, что закон, как у апостола, свят, но, тем не менее, заповеди закона оказались во многом невыполнимы, потому что плоть препятствует этому человеку, даже имея некий внутренний закон и внешний, оказывается, не мог ему следовать. И именно бессилие закона изменить ситуацию, исправить ее каким бы то ни было образом, как бы обязало, побудило Бога послать своего Сына в мир. И апостол Павел настаивает именно на необходимости воплощения следующими словами «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греха, осудил грех во плоти». То есть, другими словами, для того, чтобы Сын Божий принял всю сумму человеческого греха, он должен был принять и плоть, должен был облечься в человеческую природу, хотя, конечно, сам при этом не имел никаких личных грехов. И Голгофа – это суд над человеческим грехом, который как бы заключен в плоти. Именно так апостол Павел интерпретирует смерть Христову. И тем самым суд над грехом уже вынесен, он уже осуществлен, хотя, как мы понимаем, пострадал безгрешный и невиновный. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Итак, другими словами, закон, наконец-то, может быть исполнен. Оправдание приходит в мир, но оно действенно и осуществимо лишь для тех, кто выбирает духа, то есть следует Христу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Это указание на помышление о плоти. Они дальше, 6 стих, где говорится о том, что помышление о плотском, суть смерть, показывает, что на самом-то деле, и еще раз это отмечу, понятие плоть не сводится ни в коем случае у апостола Павла к физическому, к какому-то плотскому, к человеческому началу. Оно затрагивает всего человека, всю сферу его жизни, в том числе, как мы видим, и 8.6, и его помышления. «А помышление духовное – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живите, а по духу, если только дух Божий живет вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, вот то главное отличие, та составляющая человеческой жизни, которая отличает христианина – это наличие в нем Святого Духа. И Святой Дух, он побуждает человека угождать Богу, не плоти служить, не каким-то своим началом, не следовать каким-то самостийным устремлениям, а угождать Богу, потому что, опять же, человек сам самостоятельно это делать не может. И одних волевых усилий здесь оказывается недостаточно. «А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности». Другими словами, безгрешность обеспечивается именно наличием Святого Духа, которого человек получает после крещения. Мы помним с вами, что апостол Павел говорит о том, что именно в крещении человек умирает для греха. И в то же время мы с вами обсуждали, делали оговорку о том, что само крещение автоматически еще не делает человека безгрешным, но не делает из него Святого. И вот то, что выводит его на горизонты праведности, то обеспечивает его спасение и преуспение – это дар Святого и Животворящего Духа. И апостол Павел говорит, «Если кто Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Другими словами, Дух Святой – это залог нашего воскресения. Это то жизненное начало, которое обеспечит нам будущее спасения, которое даст нам возможность воскресения. Потому что Дух, который живет в нас, он и совершит эту перемену рано или поздно. И поэтому апостол говорит, «Братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Итак, две перспективы. Если человек следует плоти, если он не выбрал сторону Христа, а следовательного Духа, то он так и остался в этом заколдованном круге своих каких-то движений, как внутренних, так и внешних, которые, каким бы они ни были, все равно отводит его от Бога. Если он же выбирает сторону Христа, то он уже руководствуется Духом в своей жизни, и это гарантирует ему будущее спасение. Но это спасение, оно связано с изменением статуса человека. Люди становятся детьми Божьими, сынами Божьими. И, конечно, эта тема, тема усыновления, является одной из ключевых для понимания апостола Павла в целом и его сатериологии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем «Ава-отче». Итак, новое обращение к Богу «Ава-отче», оно, конечно, чрезвычайно важно. Для нас, как бы, может быть, это обращение «отче наш», оно является чем-то притёртым, знакомым. Мы читаем о «отче наш» ежедневно и не обращаем на это внимание. В общем-то, как правило, особенно перед едой, эти слова проходят мимо нас. Но на самом деле апостол Павел подчёркивает именно новизну этого обращения. «Ава» – это арамейское слово. Оно, может, переведено как «отец», но буквально оно означает «папуля», «папочка мой». Так ребёнок обращается к родителю в кругу семьи. И вот это обращение, возможность его, конечно, она для апостола Павла является чем-то ошеломляющим, потому что Ветхий Завет, который апостол Павел прекрасно знает, он не знал такого обращения. Да и современная литература апостола Павла, она тоже такого обращения не содержала, потому что она предполагает очень интимные, близкие отношения. Всё-таки понятно, что Бога всё немножко удаляли, воспринимали как нечто трансцендентное, и поэтому такая близость к Богу не может не ошеломлять. И апостол Павел обращает на это внимание. Мы – дети Божьи, и изменение статуса означает и получение новых возможностей тех, которых раньше не было, новые перспективы спасения. Мы – наследники Божьи, дальше пишет апостол Павел. То есть мы наследуем, а что может нам предложить Бог? То же, что и своему единственному Сыну, Иисусу Христу. Теперь то, что принадлежало Ему по естеству, мы получаем по благодати. И это сонаследство Христу, оно будет обеспечено только при одном условии – если с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Итак, конечная цель – это прославление. Но путь к славе для нас, как и для Спасителя, лежит через страдания. Другого пути нет. Ибо, думаю, что внешние временные страдания ничего не стоят сравнее с той славой, которая откроется в нас. Тема страданий и будущей славы является ключевой для второй части 8 главы, к изучению которой мы с вами сейчас приступаем. Действительно, как уместить то, что, с одной стороны, мы предназначены к славе Божией, а с другой стороны, это уже гарантия будущего спасения, оно как бы не дает ничего нам в этой жизни. Потому что христианская жизнь, она оказывается зачастую перепонана многочисленными страданиями. Апостол говорит, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божих, потому что тварь покорила свои тени добровольные. Итак, слава, о которой говорит апостол Павел, она не только затрагивает человека, но и затрагивает все творение, так или иначе. Потому что человек и окружающий мир, они тесно связаны. Мы с вами хорошо помним, что в результате грехопадения была проглята земля, и это проклятие, оно легло на весь мир. Поэтому восстановление человека, оно затрагивает не только людской род, оно неизбежно, в силу этой указанной первопричинности, затрагивает и все, что мы видим вокруг себя. Потому что вот все это вовлечено в процесс преображения и прославления. И апостол Павел говорит о том, что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле человека, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от ленью, в свободы, славы детей Божьих. Итак, слава человеческая, она как тень, как отображение ляжет и на весь окружающий мир. И апостол Павел говорит о том, что хотя и тварь, она стенает имущество до ныне, и не только она, но мы сами стенаем, имея в себе начаток духа, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть, другими словами, этим ожиданием преображения мира пронизано все творение. Все оно ждет этого возвращения в ту славу, которая была изначально утеряна. Апостол Павел говорит о том, что мы имеем начаток духа, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть, другими словами, начаток духа, мы с вами говорили, дух – это залог будущего воскресения. И искупление тела предполагает как раз именно это. Мы ждем, когда это произойдет. В общем-то, ранняя церковь, она жила этими напряженными, сфологическими ожиданиями. И апостол Павел считал, что воскресение, оно произойдет в ближайшей перспективе, не заставит себя ждать. Но апостол Павел говорит о том, что хотя ожидаемое пока еще не очевидно, это не мешает нашей вере, поскольку мы спасены в надежде. Надежда, когда и видеть, не есть надежда. Если кто видит, то чему и надеется? 24 стих. Но когда мы надеемся того, чего не видим, то ожидаем в терпении. К этому терпению апостол Павел, очевидно, и призывает своих адресатов, понимая, что действительно то, о чем он говорит, то, что он проповедует, оно еще не осуществилось. Замысел о спасении, он не подошел к своему финалу, к своему завершающему концу. Но это не исключает того, что надо сомневаться. Наоборот, возможность осудения спасения испытывающий сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Итак, человек просит, но только он один. Дух, которого получил каждый человек, он тоже ходатайствует, притом глаголами неизреченными, непонятными. Здесь, возможно, апостол Павел говорит о голосолале, о даре святого духа, который проявляется в говорении на различных языках. Мы знаем, что у ранней церкви такой дар был, и подробно апостол Павел говорит об этом в первом послании Коринстана, 12-14 главы. Что же касается скорбных обстоятельств, то здесь утверждение апостола Павла позволяет нам понять его отношению к страданию в целом. Потому что он говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть, другими словами, даже если что-то в нашей жизни, а может быть и многое, или частично, мы не вправе рассматривать как благо. Различные обстоятельства, в том числе и скорбные, они могут вести человека к благу. Каким образом? Они могут учить его терпению, смирению, кротости, покорности, давать ему какой-то особый, уникальный опыт, который в других обстоятельствах он бы никогда не получил. Поэтому, хотя и не все благо, что происходит в нашей жизни, то, что он может вести к благу, то есть к добродетели, это очевидно. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Итак, здесь апостол в такой пунктирной манере говорит о таком, в общем-то, важном понятии, как предопределение. Хотя, в общем-то, тема предопределения, оно так или иначе пронизано все его послание, не только послание к римлянам, но и многие другие послания, где апостол Павел все время говорит о замысле Божьем и о существовании Богом спасения. Но здесь он как бы конкретизирует. И мы с вами слышали, что нету и речи о том, чтобы Бог кого-то предопределил к осуждению. Цель предопределения – быть подобным образу сына своего, то есть усыновления верующего Богу. И Христос становится нашим братом, первородным, то есть первенцем. И предопределение, оно осуществляется благодаря оправданию, о кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Вот как бы два ключевых понятия, две точки нашего спасения. Оправдание – это начало, это крещение, это снятие с нас вины за предшествующие грехи и возможность последующих отношений с Богом. А прославление – это итог, это конец. Это то, к чему мы движемся, на что нацелена наша христианская жизнь. Что же сказать на это, прожает апостол Павел? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Вот один из важных моментов – это то, что свидетельство, поручательство Бога в конечном спасении, оно проявляет себя именно в том, что он отдал за нас своего сына. Иначе, если бы, да, какие-то были другие цели, да, зачем же нужно было отдавать сына, если наше спасение, оно может потерпеть фиаско, если оно не гарантировано, если нет никакой уверенности в его получении, в его осуществлении. То есть смерть на кресте является тем самым гарантией того, что спасение действительно осуществится, что оно настанет и придет. Но, говорит апостол Павел, Бог не будет внять избранных Божиих, потому что он их оправдывает. Кто их будет осуждать? Христос Иисус, но он воскрес, одессонную Богу, он, наоборот, ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умрешляют на всякий день, считают нас за вес, обреченных за заклание. То есть, другими словами, никакими скорбными обстоятельствами, они не могут нас разубедить в том, что Бог нас действительно любит. и что бы нам ни проходило, это еще не связь с того, что ее любовь к нам у Бога ослабла, или что ее нет. Наоборот, да, пусто говорит, что все мы преодолеваем силу возлюбившего нас, то есть не своей силой, а той силой, которая дается извне, свыше, от Бога. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни восстание, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, не только какие-то трудные, скорбные обстоятельства, они могут стать как бы стеной, преградой между нами и Богом. Апостол Павел видит, что, конечно, в этом мире действуют разные силы, не только обстоятельства жизни, но и те силы, которые прямо противостоят Богу, которые являются его соперниками, его врагами. И апостол здесь говорит о них, вот как о неких духовных, да, как о ангельских силах, и ангелы начала и силы, вот он говорит о том, что никакие обстоятельства настоящего, да, не высота и глубина, а это понятие здесь выступает как астрологически, высота – это звезда в наивысшей траектории, а глубина, наоборот, это нижнее положение звезды в ее орбите. И мы понимаем, что древний мир, может быть, и наш, не в меньшей степени, да, он верил в влияние звезд на судьбу людей, и поэтому, собственно, апостол Павел, он повторяет эту точку зрения, но при этом подчеркивает, да, показывает, что на самом-то деле ничто это на судьбу человека никак не влияет. И, конечно, эти заключительные слова ничто не может нас отличить от любви Божьей, они являются каким-то финальным аккордом, да, потому что все, о чем говорит апостол Павел с первой по восьмую главу, это свидетельство любви Божьей к нам. И поэтому апостол Павел в ней не сомневается и говорит о том, что сама наша жизнь гарантирует нам эта любовь. Никто у нас не может отобрать, отнять, обворовать нас. Бог нас любит, и эта любовь, она раскрывается в искупительных деяниях его сына. И вот то, что и пишет апостол Павел, то, ради чего он проповедует, потому что, конечно, эта проповедь, она прежде всего связана с провозглашением божественной любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok